ВЕРАСИТИ МОВИНГ ПИЧЕРС Харьер Мир Медиа Партнерс представляет Жизнь была так прекрасна, полна волшебства и возможностей. Я могла часами придумывать и рисовать сумасшедшие истории для друзей, думая, что они смогут сделать этот мир лучше. Я была мечтателем, и поначалу казалось, что все мои мечты сбывались. Билли был мужчиной из моих снов, но счастье не суждено было длиться долго. Киллер забрал не только жизнь Билли. Он отнял ее и у меня. Полиции было известно лишь то, что киллер был в красной толстовке и что он был механиком. Полицейские вскоре оставили поиски, но я не могу смириться. Что делать, когда у вас больше нет ни веры, ни надежды? Я любила сочинять истории, но я не думала, что моя история закончится так. Безусловная любовь Безусловная любовь Безусловная любовь Безусловная любовь Мне страшно Ничего, не бойся. Безусловная любовь Субтитры делал DimaTorzok Ну, хватит. Я знаю, что мы оба ужасно голодны. Не пора ли вам спать? Я знаю, что ты здесь. Я чувствую это. Вот бы позвать до помощи. Я знаю, что ты здесь. Что бы ни случилось, приглядывай за этими детьми. Киша! 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 Ее сбила машина! Мисс Кроуфорд? Как она? Она молодец. На всякий случай мы оставим ее на ночь, но с ней все будет хорошо. Вы видели ее семью? Они сейчас приедут. Внизу полицейские ждут показаний. У вас есть минутка? Она хочет вас видеть. Эй! Эй! Она хотела вам что-то сказать. Нет, не буди ее. Она расстроится, если не увидит вас. Придете завтра? Не знаю. Надеюсь. Откуда мне знать, что вы не врете? Саманта Кроуфорд, можешь звать меня Сэм. А как твое имя? Мэйкон. Вы только что дали мне слово. По рукам. Она в порядке? С ней все будет хорошо, обещаю. Вы ее родственник? Не совсем. Мисс Эвен сейчас приедет. Как вас зовут? Джоуи. Джоуи Брэдфорд. Джоуи? Джоуи Брэдфорд? Да. Я Сэм. Сэм Томас. Сэм. Сэм. Как ты, девочка? Просто не верится. Откуда ты здесь? Все в порядке? Да. Я просто... Эта юная леди привезла сюда девочку. Поверить не могу, это просто чудо. Это твои дети? Все не так просто. Так вы знакомы? В детстве мы были лучшими друзьями. Иди сюда, милая. Третье отделение? Да, оно здесь. Подождите. Сколько лет прошло? Простите, какой-то детектив ждет вас внизу. Хорошо, хорошо. У тебя есть визитка, Сэм? Вот, держи. Она немного потрепана. Спасибо. Она сейчас спустится. Заходи ко мне. Нам есть о чем поболтать. Была рада встрече. И я. Ты придешь? Конечно. Дети! Это Джоуи Брэдфорд. Его бабушка наш новый вахтер. Давайте его поприветствуем. Проходи и садись где хочешь. Занято. Что это у тебя? Может, махнемся? Ты любишь желе? Да. Да. Дашь мне чипсы в обменное желе? Да. А завтра мы тоже устроим обмен. Договорились. Эй, Джоуи! Эй, Джоуи! Кто это сделал? Она твоя подружка. Может, спросишь у нее? Слушай, я скажу медленно и без повторений, чтобы ты меня понял. Скоро кто-то... Да. Бей его, бей, бей, бей его! Давай, давай, бей! Бей его! Увидимся завтра. Да. Не забудь чипсы. Сам. Крикет. Как ты, моя девочка? Странный денёк, правда? М-м-м. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, ковбой! Привет, красотка! Ты при деньгах? Конечно! Отлично! А то у меня кончились. Наконец-то ты это напишешь. Это будет твоей лучшей книгой. Ну, и где они? Кто они? Двухдолларовые купюры. Я оставила их в буфете. В буфете? Зачем ты это сделал? Что с тобой? Я тебе покажу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алла Ты нарушила обещание. Что? С тебя четвертак! Нет. Я сейчас буду. Поздно! Нас отправили домой. Домой? Да. Ты выставила меня лжецом. Я ведь обещала Кейше, что ты ее навестишь. Понимаешь? Мэйкон, мне очень жаль. Это... Ты так прощаешься? Нет, Мэйкон. Я как раз собиралась что-нибудь купить Кейше. Купить что-нибудь? Верно. Типа конфет? Например. Какие она любит? Привези ей Мэн Дэмс. Я их люблю. То есть она. И пиццу. С грибами. И ветчиной. Хорошо. Какой у вас адрес? Молчи. Кто это? Ты как раз вовремя. И я тебе рада. Повежливее. Эй. Ты нам помогла. Да. Привет, Кейша. Рада тебя видеть. Я Сэм. Кейша, он сейчас съест твой подарок. Ты никогда не ел конфет? Я Мэйди. Спасибо вам большое за помощь. Не за что. Неправда. Зажигалка есть? Можно я пойду погуляю с Ти? Лучше с ним не связывайся. Можно, Ти? Как хочешь. Куда ведёт эта дорога? Через четыре перекрёстка будет тупик. Вы что-то ищете? По пути к вам я видела дом. Мне показалось, что там живёт мой друг. Дай-ка. Его зовут Джоуи Брэдфорд? Да. Тебе повезло. Именно там он и живёт. Добро пожаловать, крошка. Спасибо. Вы ведь ищете Джоуи? Он сказал, что вы зайдёте. Я Денис. Его коллега. Привет. Я Сэм. Я знаю, кто вы. Он о вас рассказывал. Заходите. Входите же. Игорь Негода. Я знал, что ты придёшь. Привет. Ты должен мне помочь. Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Ну и местечко. Я рада тебя видеть. Я надеюсь, ты не устал. Спасибо, Брик, спасибо. Пойдём. Да, да, да. Вот так. Привет, вы мои славные. Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Они всю неделю были паиньками, и за это им положено... Пятничная пицца! Это моя подруга детства, мисс Сэм. Поздоровайтесь. Здрасте, мисс Сэм. Привет. Готовы? 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 Готовы. Готовы. Его зовут Снуфи. Да, Снуфи. Мы готовы. Давай, Снуфи, вперёд. Молодец. Спасибо. Старик, ты уже был на диалезе? Нет. Сейчас схожу. Её зовут Сэм. Да, Сэм. Вперёд! Сэм, вперёд! Сэм, вперёд! Сэм, вперёд! Ты их всех сделала! Пора за уроки. Чем ты занимаешься? На визитке сказано, что ты детский писатель? Я уже пару лет как не пишу. Что случилось, Бернард? Я хочу пить. Ладно, пойдём к большому дяде. Нам многое нужно обсудить. Это точно. Эй, Денис. Эй, Денис. Да? Скажи Джоуи, я сейчас вернусь. Хорошо. Малыш, чтобы я никогда больше у тебя этого не видел, понял? Иди домой, Мэккен. Хорошо, иду. И не возвращайся. Мисс Кроуфорд, присядьте. Детектив. Что вы там делали? Навещала детей, которых я отвезла в больницу. ДТП со скрывшимся виновником. Знаю. В чёрном квартале я видела парня, который по описанию был похож на убийцу Билли. Он был в красной толстовке, и он был механиком. Вы стали детективом? Понимаете, что мы уже опросили всех механиков и продавцов толстовок в радиусе 5 миль. И я хочу вам сказать, что все механики тут носят красное. Вы ищете иголку в стоге сена. Послушайте. Я не расист. Но я реалист. Это чёрный квартал. Не каждый доживает там до совершеннолетия. Вы когда-нибудь играли со щенками Питбуля? Они очень милые и ласковые. А потом они вырастают и становятся тем, чем их задумала природа. Ничего не попишешь. Теперь я думаю, что же вырастет из тех детей, которых вы подобрали? Может, утешится мыслью, что вполне вероятно, убийца у вашего мужа уже и сам покойник. Спасибо, детектив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Тогда принеси мне дневник. Покажи, на что ты способен. Это глупо. Что ж, что ж, вот и она. Рассказать вам историю? Вот та женщина однажды спасла мне жизнь. Хотите знать, как? Так я и думал. Ты напугал мою птичку. Она была героем моей новой истории. И о чем же она? О маленькой птичке, которая узнала, что Бог заботится даже о воробьях, и стала счастливой. Почему ты всегда чирикаешь поверх своих сказок? Почему ты при всех носишь пижаму? Прекрати называть это пижамой, поняла? Пойдем. Куда мы идем? Сейчас увидишь. Что это? Это моя площадка. Я стану воином самураем. Джоуи, мне кажется, ты немного ошибся. Я знаю. Черных самураев не бывает. Я буду уникальным. Я буду стараться. И преуспею. Я стану великим, Сэм. Увидишь. Сочинять сказки куда приятнее. Ну и что? Разве бюст Джимми Ландри для тебя недостаточно хорош? Ты еще ничего не видела? Назад, Сэм. Смотри. Смотри. Джоуи! Что с отцом? Он приедет? Нет, малыш. Он не смог. Бабушка. Да, милый. Почему мой отец меня не любит? Разве это так важно? Джоуи, у тебя посетители. Заходите, мисс. Присаживайтесь. Привет. Я тебе кое-что принесла. Самурай Джоуи. Об этом я и говорю. Если я смог пережить укус змеи, мне теперь ничего не страшно. Выходит, я непобедим и достаточно силен, чтобы справиться в одиночку. Неправда, малыш. Всем нам нужна помощь. И ты никогда не будешь один. Если бы той ночи мисс Сэм со мной не было, я бы умер. У кого из вас нет отца? Я знаю, это нелегко. Но в тот день бабушка научила меня тому, что жизнь иногда может быть с тобой жестока. Она может злить тебя или расстраивать. Но как бы тяжело ни было, важно помнить. Ты не один. У меня есть плохие и хорошие новости. С чего начать? Сначала плохие. Ладно. Итак, грузовик с едой завтра не приедет. Потому что он уже здесь. Ура! Ура! Джоуи, как ты с этим справляешься? Иногда достаточно сильно желать. На самом деле, все это заслуга моей соседки Денис. А я лишь ей помогаю. Прости, но я надолго пропала. Почему она молчит? Так уж повелось. Ей многое пришлось пережить. Она тебя зовет. Ну и где он? О чем ты? Ты должна мне четвертак. Серьезно? Отличные рисунки. Ты и сама нарисовала? Да ты художник. Она рисует всякие глупости. Она никогда не видела лошадь. Ничего подобного. Лошади – самые удивительные животные на свете. Эта лошадь очень похожа на крикета. По-моему, это просто мазня. А тебя они спрашивают. Мне она нравится. Не думаю, что это хорошая затея. Она хочет показать тебе свою комнату. Может, сначала спросишь у бабушки? Я подожду. Она не позволит. Она не любит белых людей. Я пошутил. Можно с тобой? Привет. 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 Мэйкен. Мэйкен! Я же просил тебя не приходить. Что? Нам придется поговорить, малыш. Иди сюда. Пойдем. Погоди-ка. Что ты делала? Ты только что была в доме Ти? Ты оставила нас без еды. Пойдем домой. Шагай. Нет, сперва ответь мне. Что ты делала? Ничего. Ты что-то скрываешь? Это не честно. Нет. Ты из ФБР? Какая глупость. Я подруга Джоуи. Меня не проведешь. Выкладывай все. Не то пожалуюсь, Джоуи. Ладно. Уговорил. Назови мне свою цену. Что? Думаешь, я дурочка? Ты меня шантажируешь? Называй цену. То, что было в пакете, но в двойном экземпляре. Ящик колы, тремешка сникерсов и горсть четвертаков. И все? Что? Покажи кейши лошадь. Но если снова наделаешь глупости, я все расскажу Джоуи. По рукам? По рукам. Пойдем. Все хорошо? Все нормально. До скорого. Вы позвонили детективу Миллеру. Пожалуйста, ставьте сообщение после сигнала. Детектив Миллер. Это Саманта Кроуфорд. Проверьте, пожалуйста, одного человека по имени Энтони Джонс. Ради бога, сделайте это. Это правда? Про лошадь и ферму. Конечно. Внимание, леди и джентльмены. Благородный мисс Сэм приглашает всех нас на экскурсию к себе на ферму. Это саманта Кроуфорд. Как у вас дела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовы? Пойдем. У нее есть особый дар. Хочешь, расскажу, какой? Ты можешь рассказать ей любой секрет, и она никому его не выдаст. Крикет знает все мои тайны. Радостные и печальные. И она никому о них не рассказала. Ты можешь поделиться с ней чем угодно. Ты просто обязан это увидеть. Хорошо, Мэйкон. Сейчас приду. Ладно. Крикет! 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 Все, что вам нужно сделать... Я тысячу раз видел это по телеку. Достаточно схватить одну из этих штук и потянуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ты ничего не видишь? А о чём ты? Да брось! Что это за фигня? Ребята, вам лучше этого не трогать, ладно? Простите Сэм права, это совершенно особенная штука Однажды с её помощью девчонка спасла мне жизнь Серьёзно? Да, когда я был в тюрьме Расскажи мне об этом Тебе лучше этого не знать Почему? Первое, чему нас научили в тюрьме Это что не стоит совать нос в чужие дела Давай, шагай, малой Но, сэр, я хочу сесть здесь У нас здесь свои правила Вали, пока я не разозлился Можно я съем твой хлеб? Прогуляйся, старик Ты это мне? Да, сэр, я понял Ты новичок Поэтому я ограничусь предупреждением Держись со своими, овечка Они то тебе не поздоровятся Как же меня достала эта дрянь Неужели нет другой музыки? Заткнись И мой Эй Эй Ты пропустил плевок Джейми, повнимательней Я больше не могу Не могу Смянем музыку Да Время отдыха Время отдыха Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сэм и остальные мои друзья слушали кантри Я слышал эти мелодии сотни раз Выходит, Сэм дважды меня спасла Вот это да! Что это? Что это? Сейчас узнаете Ну что, готовы? Нет! Сэм дважды меня спасла Вы проверили это имя? Должен сказать, что этот парень был одним из первых подозреваемых Но у него есть талибер Но я сама видела Мне плевать на то, что вы видели, мисс Крауфорд Мне нужны доказательства Я не могу арестовывать его просто так Держитесь подальше от всего этого Это вас до добра не доведет Но... И больше не дергайте меня по пустякам Вам ясно? Читательский приз Какая честь оказаться здесь сегодня Я до сих пор не могу понять, почему детскому автору Вручили столь престижную награду А ведь каждый в этом мире пытается сделать что-то хорошее Мой муж Билли наверняка был бы рад увидеть всех вас Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как Билли хотел изменить мир с помощью любви Двухдолларовая купюра Стала для него символом любви В мире таких купюр миллионы Но едва ли кто их видел Люди либо кладут их в копилку, либо прячут Билли всегда говорил, что в мире достаточно любви Просто нужно уметь ею поделиться Затем он стал раздавать двухдолларовые купюры незнакомцам Таков был его способ Простите, спасибо Вот как ты живёшь Что это? Это моя жизнь Всё это твоё? Да Ты с детства рисуешь эту маленькую птичку? Ты написала про неё книгу? Нет, не смогла Почему? Я больше в неё не верю Что случилось, Сэм? Где та смелая девчонка, которую я знал? Умерла Так, дети Пора собираться и возвращаться домой Вы меня прекрасно слышали Пойдём Эй, старик Привет Ты ходил на диализ? Нет Но скажу Обещаю К нам с Бриком вечером придут дети Ты ей нужен Но мне ты должен Что ты хочешь сказать этим? Не знаю Сам подумай Может, потанцуем? Ну, держись Ты же знаешь Я не могу устоять, когда слышу музыку Точно 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 Продолжай До встречи До встречи Сэм, подожди Я забыла рюкзак Сбегай за ним, только быстро Я жду тебя здесь Сэм Продолжаю Продолжение следует Сэм Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из тюрьмы отправили сюда Какой у тебя срок? Восемь лет за то, что я украл 200 баксов Восемь лет? Я всегда хотел доказать сам себе, что чего-то стою И хотел доказать отцу, что он ошибся, бросив нас Видишь ли, Сэм, я учился в колледже по специальности компьютерный инженер Понимаешь? Я был лучшим на курсе и параллельно работал в IBM Что же случилось? Мы с друзьями решили заняться хакерством Перед выпускными экзаменами я поспорил с другом, что смогу взломать банк Теперь-то я понимаю, что все эти споры не стоят того выигрыша, который тебе сулят Меня подвела гордыня Но лишь в тюрьме Я понял свое Предназначение Чего тебе надо? У меня для тебя кое-что есть Дай-ка мне руку Нет! Вот так Вот так Твои братья тебе не помогут Теперь все это будет касаться только тебя и меня Понял? Тебя и меня Отпусти его Теперь от тебя зависит, отпущу ли я его и когда Мне нужно, чтобы ты сделал шаг вперед и плюнул ему в лицо Так они поступали с нами последние 400 лет Нет Парень, ты сделаешь, как я скажу Не то ему не поздоровится Давай-ка Не бойся Плюй Так будет лучше Приведите его сюда Давай же, сделай это смелее Давай Давай, ударь его, ударь Ударь его Мочи его Уложи, уложи Уложи этого засранца Давай, давай Молодец, так держать Бей Давай, давай, еще Отлично Классно Дай ему, дай Еще Я посмотрел на человека, которого собирался убить И вдруг я ясно осознал, как далеко завели меня Мой гнев и моя гордыня Как низко я пал В наказание меня на 40 дней отправили в кардз Мне не с кем было поговорить И я обратился к Богу В темноте и в полном одиночестве я впервые почувствовал, как сильна его любовь ко мне С тех пор я не был прежним Я каждый день делюсь этой любовью с детьми Я смотрю им в глаза и понимаю Что мне есть за что бороться Эй, Сэм Кажется, мне нужна твоя помощь Джоуи, держись Сюда Давай Джоуи, отвезти тебя в больницу Не надо, ты справишься Воткни его в розетку Так? Да Теперь нажми на кнопку сзади Теперь возьми вот это и повесь сюда Ну же Ты справишься, ты умничка Все в порядке Ослабь немного и нажми красную кнопку Ладно Хватит Хорошо Все отлично, ты снова меня спасла Деточка Иди сюда Этот ребенок просто ангел Ее маме не повезло Однажды, когда Мэйкон пошел гулять с другом К ним в дом ворвался грабитель Кейша спряталась в кабинете А маму убили Затем этот монстр поджег дом К счастью, кто-то услышал крики Кейша и спас ее Но с тех пор она всегда молчит Не сказала ни одного слова Ты ее спас Я? Самурай Джоуи? Нет Нет Нет, его звали Энтони Джонс Этим детям некуда пойти У них нет родных Ее соседка Мэдди привела их сюда Джоуи, моего мужа убили в твоем квартале Вот почему я оказалась здесь, когда кто-то сбил Кейшу Я была уверена Я была уверена, что нашла убийцу Но, похоже, все мои гипотезы зашли в тупик Я прекрасно тебя понимаю И хочу тебе сказать, что на самом деле Тупика не существует, ведь он заставляет тебя о чем-то думать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, мисс Сэм Кажется, мы что-то нашли Где Джоуи? Я его позову Джоуи! Джоуи! Мисс Сэм! Мисс Сэм! Прочь с дороги! Вам придется подождать в приемной Мне очень жаль Мисс Кроуфорд? Да Я доктор Ривз Я хотел поговорить с вами о мистере Брэдфорде Как он? Его тело больше не принимает диализ Если ему не сделать трансплантацию Боюсь, мы его скоро потеряем К счастью, почка вот-вот должна прибыть сюда Долго ждать? Не знаю, обещали, что она скоро будет А с новой почкой он сможет жить? Мы сделаем все возможное Если хотите, можете к нему зайти Как твои дела? Я слышал врачей Они говорят, что я могу не вынести операции Такие вот дела Хочешь послушать сказку? С радостью Ложись В одной деревушке Жил-был мальчик Он знал, что ему предначертано стать великим воином Но никто в деревне ему не верил Даже его лучший друг Время шло Мальчик с другом Выросли Их пути разошлись Как это часто бывает Они потеряли друг друга из виду Судьба соединила их случайно Много лет спустя И во время этой встречи Лучший друг Не мог поверить своим глазам Перед ней стоял Сильнейший Благороднейший Храбрейший Из людей Великий воин Благороднейший Благороднейший Сильнейший Сильнейший Это мои дети. Спасибо. 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 Как дела? Все хорошо? Да, мэм. Джоуи в больнице. Я слышала. Мне нужны деньги на автобус. У меня есть кое-какие дела. Знаешь, Мэйкон, скоро количество добрых людей уменьшится. Просто земля слишком много не выдержит. Вот Джоуи. Он добрый человек. И поэтому он умирает. Это кажется абсурдным, но такова жизнь. Ты не в силах ничего изменить. Пускай душа его упокоится с миром. Господь уже ждет его. Иди куда хочешь. В верхнем ящике ты можешь взять мелочь. Спасибо, Мэдди. Спасибо. Спасибо. Хочешь, открою тебе тайну? Кишу сбили из-за меня. Мы кое-что украли и нас поймали. Мы убегали от погони. И она... Она... Хорошо, что ты это рассказал. Хорошо. Почему ты его тогда скрыл? Почему ты его тогда скрыл? Парни из школы говорят, что быть отличником – это совсем не круто. Совсем. Не слушай их, парень. Ты один из умнейших и одаряннейших людей, которых я знаю. И не стоит этого стыдиться. Я тобой горжусь. Можно от тебя кое-чем попросить? Конечно. Ты будешь... Моим папой. Если бы я мог. Если бы мог. Он был бы... Я бы хотел... Я бы хотел. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают С радостью Девушки отдыхают 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 Девушка, что с тобой? Мне пора Девушки отдыхают 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 Как ты меня нашла? Стой. Уж не хочешь ли ты меня убить? Сначала выслушай меня. Твой муж просил тебе кое-что передать. Я знаю, ты мне не поверишь. Но я все равно рискну. Ты уже знаешь, что я был с ним. Принес? Это трансформатор. Спасибо. Может, дашь мне кофе? Сейчас сделаю. Ты живешь где-то рядом? Подвезти? Я хотел переждать дождь у кузена. Постой, я тебе что-нибудь принесу. Нет, не надо. Нет. Через пять минут он вернулся с машины. Он сказал, что дождь скоро кончится, о чем мы с ним тогда только не болтали. Правда, его машина отказывалась заводиться. Тогда я помог ему устранить неполадку, ведь я же механик. Он сказал, что снова заедет ко мне завтра. И я его проводил. Можешь не верить. Спасибо за помощь. Не стоит. Удачи. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Все выйдет хорошо. Только не паникуй. Я позову помощь. Держись. И перед тем, как умереть, он попросил меня передать Сэм, чтобы она всегда летала над облаками. Я знал, что меня обвинят, и я сбежал. Но с тех пор, благодаря Билли, вся моя жизнь изменилась. Он дал тебе еще что-то? Да, мэм. Остаться. Остаться. Дорогой сын, я был невероятно счастлив вновь тебя увидеть. Милую маленькую девочку в капюшоне, которая говорит с незнакомцем, как с другом. Как же тяжко мне было видеть твои счастливые глаза, омраченные болью утраты. Я так хорошо помню твои глаза. Но страдание позволяет нам взглянуть на все под другим углом. Я никогда не чувствовал себя более живым, чем сейчас перед смертью. Я знаю, что я сделал то, что должен был сделать. Подарил детям любовь. Денис бы не справился одна. Но вот появилась ты, и вас дети помогут и тебе найти свой путь. Как это случилось со мной? Я узнала, что случилось с вашим мужем. Мне очень жаль. Это вы, простите. Я не желала вам зла. Какие глупости. А ведь мы одна семья. Помните ли вы историю о Боге и воробье? Вы говорили, что больше в него не верите. Он терпелив, и я вам это докажу. Что бы ни случилось, я принимаю это с миром и хочу, чтобы вы делали то же самое. Сэм, встань с колен. Делись своими сказками. Живи. Дыши. И верь. Жизнь прекрасна. Она полна волшебства и возможностей. Я думала, что моя история закончилась, но это не так. Жила-была маленькая Иволга. Мама называла его Огонек из-за его удивительных огненно-рыжих перьев. Огонек очень любил солнце и мог часами купаться в его лучах. Прекрасно. Джоуи помог мне вновь обрести то, что я однажды потеряла. Нечто, во что я так верила. В жизни не обходится безбурь и некоторые из них весьма суровы, но важно всегда помнить о том, что какие бы беды с тобой ни случились, ты не один. На земле нет ничего сильнее любви. Любовь поистине может творить чудеса. Иногда я представляю себе мир, в котором все знают о такой безусловной любви. И этот мир кажется мне восхитительным. Билли был прав, говоря о том, что вокруг нас достаточно любви. Нужно лишь уметь ею делиться. Любовь Бога, как солнце. Она постоянна и неизменна. И однажды вы проснетесь и поймете, что никто не может отнять ее у вас. 28% детей в мире живут врозь со своими биологическими отцами. 24 миллиона 700 тысяч из них живут в Америке. Фильм основан на реальных событиях и жизни Джоуи Брэдфорда. Джоуи живет в Нэшвилле, Тенниси, где продолжает работать с детьми из неблагополучных семей. Они с Денис женат, у них семеро родных детей. Но многие дети называют его Папа Джоуи. Привет, зовут Джоуи Брэдфорд. У вас есть шанс помочь обездоленным детям. Во всей стране немало организаций, занимающихся детьми, группы риска, но им нужна ваша помощь. Я приглашаю вас зайти на наш сайт и прочесть, как вы можете дать надежду таким детям. Ведь каждый ребенок заслуживает безусловной любви. Автор сценария и режиссер Брэнд МакКоркл. Продюсеры Джейсон Аткинс и Весли Лек. В главных ролях Линн Коллинс и Майкл Эйлер. Производство Харбингер Партнерс. Фильмы также снимались Брюс МакГилл, Веси Буаке, Диего Клэпенхофф, Седрик Пендлтон, Джоан Морган, Даниэль Юис и другие. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок